Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем экспресс-курсе «Поперечный шпагат». Сегодня мы с вами начнем заниматься, и это будет первый урок. Первый урок у нас будет направлен на разогрев наших связочек, на раскрытие тазобедренных суставов, на нюансы, которые надо будет определить сейчас, чтобы потом не допускать никаких ошибок. Итак, начнем. Встаем на ножки, ставим ножки вместе и разогреваем стопы. Какие же у нас шпагаты без красивых стоп? Стопы – это наше завершение шпагатов, поэтому обязательно уделяем им внимание. Делаем 8 движений по кругу. Круг начинаем делать с большого пальца, перемещая на мизинец. Натяжение должно быть под пальчиками, выдавливая подъемчик вперед. Другая ножка тоже 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ножки расставляем пошире, ножки раскрываем в диагональ стопами и вываливаем подъемчик вперед. Опять же упор весь происходит на большой пальчик. Следите за тем, чтобы ваша экран не напрягалась. Она должна быть расслабленной, мы сокращаем только связки ахилловые. 5, 6, 7, 8. Надавили максимально, перенесли центр тяжести на левую ножку. И стоим над большим пальцем, пяточка у нас над большим пальцем, выдавливаем подъемчик. Натяжение должно быть как под пальчиками, так и над пальчиками. Вдох, другая. Вдох. Поменяли ножку. И через верх задействуем икроножную мышцу. Переносим центр тяжести с левой на правую ножку. С правой на левую. Через верх. Вдох, выдох. Спинку держите ровную, не прогибайтесь в пояснице. Прессов берите в себя. Тогда у вас будет большая стабилизация и баланс будет сохраняться лучше. 7, 8. Опустили ножки. Теперь мы с вами разворачиваемся боком. Я к вам боком, вы можете оставаться. Ставим ножку на пальчики. Но не загибая пальчики, а мы присаживаемся, чтобы пальцы были свободны. Садитесь настолько, можете взять стул, если вам неудобно, какую-то опору, чтобы держаться, чтобы не напрягалась сильно бедренная мышца. Отклоняемся назад и пружиним, растягивая подъем, не скручивая пальчики, а растягивая только подъем. Боли в пальцах быть не должно. Фиксируем на 8 счетов. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поменяли другая ножка. Те же самые правила. Ножка назад, сгибается в коленки. Переносим центр тяжести на заднюю ножку и пружиним. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Фиксируем раз, дышим ровно, плечи расслаблены. Два, три. Не надо скругляться вперед, тогда не будет эффекта на ножки. Четыре, пять, шесть, семь. Выросли восемь. Подъемчики наши разогреты. Теперь мы будем разогревать наши коленки, чтобы у нас ножки были красивые, ровные и длинные. Мы с вами по диагонали раскрываем стопы и колени смотрят туда, куда смотрят наши пальчики. Если ваши колени заваливаются вперед, надо развернуть пальчики в колени. Хорошо? Поехали. И выдох. Два, четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. Держим. Раз, два, три. Смотрите, что у меня таз еще выше, чем колени. Ножки стоят чуть-чуть шире плечей. Не надо раскрывать. Пока сильно мы только разогреваем коленочки. Запускаем там. Вдох. Одна, вторая. Растягивая ахилл. Одна, вторая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Остались на ножки. Надавили. Максимально растянули ахилл. Вдох. На другую. Точно так же. Пяточка прижата к полу. Растягивается икроножная. Ахилл. Первая связка. Вдох. А теперь мы заворачиваем ножки. С прямой спинкой мы с вами сгибаем ножки прямо. Разворачиваем. Врозь. И выдох. Вдох. Ой. Давайте еще раз. И выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Оставайтесь на пяточках, чтобы у вас проработал голеностопный суставчик. 5, 6, 7, и остались. Держим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, вдох, выдох. Ножки ставим теперь широко, таким образом, чтобы у нас при сгибании в коленных суставах угол образовался 90 градусов. Проверьте себя. Коленочка должна быть над пяточкой. Встаем. Ручки скользят у нас по бедрам до коленей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Держим. 1, 2. Здесь у нас идет упор в колене прямыми локтями. Вы стоите на костях. То есть не на мышцах бедра, а вы упираетесь, и у вас мышцы бедра расслаблены. Вы растягиваете ноги, тем самым, раскрываете их в сторону, тем самым убираете зажимы с бедер. Перекатываемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Остались посередине. И собираем ножки, закрывая коленочки. Закрыли. Спинка ровная. И выдохнули, раскрыли. Глубокий вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох. И вниз всегда выдох. Успеваете собирать коленочки. И раскрывать пяточки. Здесь мы не просто сгибаем колени, мы отталкиваем руками ножки назад. Вперед. И назад. И вперед. И назад. И вперед. И остались в горизонтальном положении таз. Спинка у нас вертикальная. И сейчас мы будем с вами расслаблять локоточки и пружинить тазом еще ниже. 1, 2, 3, 4, 5, не забывайте дышать, 6, 7, 8. Выросли, собрали ножки. Должны почувствовать определенное такое горячее ощущение в бедрах, разогрев. Но это еще не все. Сейчас мы с вами будем делать круговые движения тазом. Обратите внимание на то, чтобы ваше колено делало как можно больший радиус. Тогда ваша проекция суставов вертлужной впадины будет делать такую же проекцию, как и колено. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и другая ножка. Готовы. А раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Хорошо. В вертикальном положении мы закончили разогревать наши заберенные суставы. Теперь мы принимаем положение горизонтально. Мы садимся с вами на ягодицы. Упор происходит на локоточке. На локоточке. Одна ножка прямая, второй ножкой мы делаем разогревающие движения. Те же самые круговые, но теперь в другую сторону. Мы подняли к себе, раскрыли в бабочку, собрали коленочку наверх. Груди, в бабочку, и наверх. Поехали. Пять, и шесть, и семь, и восемь. И другой ножкой то же самое. А раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. И двумя ножками то же самое. Груди раскрыли, собрали. Груди раскрыли, собрали. Не делайте движения, если вам больно в тазобедренном суставе. Примите для себя то положение, в котором вы не будете чувствовать суставы. Это очень важно. Никаких тазобедренных суставов, вообще никаких болей в тазобедренном суставах быть не должно. Вы должны чувствовать только натяжение паховых связок и небольшие неприятности при скручивании. То есть вы должны чувствовать как будто похрустывание. Не знаю, как сказать. Ну то есть болей острой быть не должно. Поехали последний раз. Семь. И оставили ножки в бабочке восемь. Мы лежим и отдыхаем. В этом положении у нас таз находится выше колены. В этом положении у процентов 30 будет неприятное ощущение в тазобедренных суставах. И тогда вам надо ножки поднять на одну линию с тазом. И сразу эти ощущения прекратятся. У кого не болит, тот лежит так. Собрали ножки. И приступаем к следующим нашим упражнениям. А следующее наше упражнение это разогрев тазобедренных суставов продолжается. Мы садимся на ягодицы. Коленочку убираем в сторону. Таким образом, чтобы у нас две седалищные косточки старались сидеть на полу. Ножку ставим наверх. На стопу коленом вверх. Очень важно, чтобы колено не запрокидывалось вперед. Потому что очень сильно напряжение происходит в крестовой связке коленного сустава. Поэтому коленочка точно наверх. Мы упираемся ручкой либо в пол, либо за щиколотку. И локтем держим колено. В этом положении мы должны чуть-чуть наклонить корпус вперед. И удерживать положение ровного колена вверх. Только наклоняем корпус. А раз. Засмотрите внимательно, чтобы корпус должен наклоняться от подвздошных костей. Не от грудного отдела мы скручиваемся. Тогда не будет растягиваться ничего, кроме ваших широчайших мышц. Вы должны перекатить тазобедренный сустав седалищных костей почти на лобковую кость. И таким образом мы сделаем это натяжение от ягодичной мышцы. У нас паховая часть будет натягиваться. Выдох. На выдохе мы должны вниз уйти и там сделать глубокий вдох. И выдох. Чем больше вы делаете акцента на внимании, тем больше вы концентрируетесь именно на нем. И ваши мышцы расслабляются. Вы отпускаете боль. Вы чувствуете только натяжение. И дышите. Дышите, поступает кислород. Мышцы становятся эластичные, податливые. Связочки растягиваются. И все проходит наилучшим образом. Поднялись. И следующая. Ножка. То же самое положение. Старайтесь стопу ставить на уровень стопы своей. Даже если колено немножко уходит вперед. Убираемся в локоточек. И отодвигаем корпус вперед. Делаем вдох. Выдох. И таких четыре подхода. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И последний раз. Вдох. И выдох. Выходим из положения. Меняем ножки. И оно у нас в том же самом положении. У нас ручки уходят в упор. С одной и с другой стороны. И мы переводим ножку на ребро стопы на мизинец. Отводя колено назад. Это будет разогревающее движение для сустава. Не бойтесь, если у вас будет что-то там прохрустываться. Главное никакой острой боли. То есть, если это будет какие-то шероховастости, ничего страшного. Поехали. А раз. Два. Спинка ровная. Ножка уходит назад. Три. Четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. Оставили ножку. Раз. Держим. Два. Три. Ручка в упоре. Держит спину ровной. Пять. Шесть. Семь. Выросли. Поменяли. Другая. То же самое. Упор. Готова ножка. А раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. Держим сзади. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И собрали ножки. Восемь. Сейчас нам с вами понадобится какая-то повышенная опора. Вы можете взять кубики для йоги, либо книги. У меня это будут сложные полотенца. И мы их с вами положим под ягодицы. Мы садимся на них сверху. Таким образом мы повышаем себя. Складываем ножки в бабочку. И сейчас внимание. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы вы почувствовали, что такое прямая спина. Потому что все в бабочке сидят таким образом, что вы сваливаетесь на крестец. Это удобное положение, потому что ничего не тянется. Спина, конечно, в жутком напряжении. И потом дает о себе знать. На повышенной опоре вам легче взять и перенести корпус вперед. Вы можете сделать такую себе опору высокую. То есть сложить еще там полотенце. Если вы чувствуете, что вы еще не можете скруглиться. Положить еще. Быть еще выше, чем ножки. Чем выше, тем проще сидеть с ровной спиной. Вы должны почувствовать сначала это положение. А потом уже переходить к каким-то сложным вариациям движения и растягиваниям. То есть вы должны понимать, как должно идти тело. Поэтому садимся высоко, максимально. Беремся мы за щиколотки. Я вас очень прошу не браться за стопы и не оттягивать их на себя. Это ведет к косолапию. Не будем косолапами. Поэтому беремся за щиколотки. Ручки прижимаем к себе, к груди, к ребрышкам. И выдавливаем животик вперед. Все. Это положение буквально наклон градусов 15-20. И мы на выдохе стараемся упереться либо ручками, либо если достает локоточки. Если локоточки не достают, мы берем еще вспомогательные предметы. Кладем себе на коленочки таким образом, чтобы у нас локоточек, между локоточком и коленом расстояние было заполнено. Чтобы вы не скручивались, доставая локтями до коленочек. А чтобы вы сидели ровно и могли надавить. То есть это должно быть, ну это полотенце обязательно, что это должно быть что-то мягкое, чтобы не навредить себе и не делать снеги. И мы в этом ровном положении, с ровной спиной. Под попой у нас все еще находится повышенная опора. Мы давим. Наклон корпуса 15-20 градусов. И мы держим. Держим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И на этом выдохе мы надавили на ножки еще сильнее. И зафиксировали корпус чуть ниже. Градусов 30-40. Снова вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И собрали ножки очень аккуратно. Помогли себе. Ножки выпрямили. И опустились на них. Сейчас самое важное, это собрать ножки, чтобы наши тазоберные суставы приняли исходное положение ровное. Отдохнули. И переходим к следующему упражнению. На сегодня это будет последнее упражнение в этой тренировке. Дальше мы будем с вами заканчивать тренировку. Растяжку и продолжим на следующем уроке. Ножка у нас одна лежит, вторая в углу. Мне не надо делать сильный разворот ноги, чтобы поднимался таз. Мы все можем увести далеко ногу, но у нас будет просвет. Просвета быть не должно, поэтому мы делаем комфортный угол, для того, чтобы вам было комфортно делать упражнение. Ручки ставим в упор. Мы следим за стопой. Стопа направлена на себя, сокращенная. Мы заворачиваем стопу на пол, поворачивается сразу же колено и поворачивается таз. Таз поворачивается подвздошной костью до пяточки почти. Мы развернули суставчик и вернули обратно. Старайтесь делать это не через верх дугой. Старайтесь как можно ближе проносить таз возле пола. Прямо по полу разворачиваем. Раз. Сейчас вы можете чувствовать неприятное ощущение в суставе. Мы его прокручиваем. Но это не должно ограничить с болью. Три. И все так же на выдохе. Четыре. Вдох. И на выдохе. Пять. Вдох. Шесть. Вдох. Семь. Помогаете себе ручками закручивать таз. И на последний счет мы остаемся в этом положении и замираем. Ножка у нас ложится, колено прямое. Ни в коем случае не кладите колено. Тогда у вас расслабится таз и вы провиснете в промежуточном положении. Колено у нас прямое, закручивается таз. Раз. Два. Три. Четыре. Не наклоняйтесь вперед. Вот таким образом вы расслабляете себе паховую связку. Паховая связка у нас тянется еще и прессом. Поэтому оставляем мышцы живота в вертикальном положении. Поменяли ножка. Другая. Следим за стопой. И выдох. Вдох. Выдох. И. Три. И. Четыре. И. Пять. И. Шесть. И. Вдох. Разворот. Вдох. Разворот. Вкладываем ножки по-турецки. Вот таким вот образом. Да. И. Перекатываемся на колени. Сейчас покажу боком. Перекатываемся на колени. У вас одна стопа будет сокращена. Мы выгибаем таз вперед. И ложимся. Спинка у нас ровная. Мы расслабляемся. Лоб положили на пол. И отдыхаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И выросли наверх. Восемь. Переходим. Аккуратно. Ножки собираем. И на сегодня мы закончили нашу тренировку. Я очень надеюсь, что вы продолжите со мной наш экспресс-курс. И в течение семи дней вы приблизите свой поперечный шпагат к желаемому результату. Я рада вас всех видеть на своем канале. Оставайтесь со мной.